Далее коротко о некоторых других событиях в нашей постоянной рубрике дайджест. Подростков, напавших на пермских школьников, арестовали на два месяца. После выписки из медицинского учреждения оба несовершеннолетних будут переведены в следственный изолятор, отмечают следователи. Согласно санкциям статьи 105, молодым людям может грозить до 10 лет тюрьмы. Ведомстве также отметили, что наряду с расследованием уголовного дела против подростков следствие оценивает действия, а точнее бездействия сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе. С сегодняшнего дня и до 21 января в Перми будет проходить выставка-форум «Образование и карьера». Более 120 организаций представят свои услуги на площадке Пермской ярмарки. Это поможет старшеклассникам Перми и Края определиться с выбором своей будущей профессии, а студентам и уже работающим людям найти возможности для развития карьеры. На выставке также представлены стенды 20 колледжей, техникумов, профессиональных лицеев и училищ Перми и Края. 40 пермских школ подготовили фестиваль «Профессиональные практики в школах города Перми». Презентуют себя и 10 уникальных детских садов. Также на выставке-форуме можно будет узнать о дополнительном образовании, учебе за рубежом и предложениях по стажировке. Учащимся предложат пройти профориентацию, записаться на подготовительные курсы и консультации по единому государственному экзамену и общему государственному экзамену, принять участие в квесте и своеобразном краш-тесте профессии. Который позволит познакомиться с прикладными аспектами профессии. Педагоги, в свою очередь, смогут вестить мастер-классы от экспертов отрасли, познакомиться с новинками учебной литературы. Имеется на выставке и специальный раздел – ярмарка вакансий. На стенде Центра занятости населения Пермского края будет представлено свыше 20 тысяч вариантов трудоустройства в Перми. Также актуальные вакансии представят ведущие работодатели Пермского края. Кроме того, в дни работы выставки форума ведущие вузы города организуют для групп старшеклассников экскурсии в свои кампусы. Вход свободный, участие во всех мероприятиях бесплатное. Подробная информация размещена на сайте, адрес которого вы видите на экране. Место проведения – город Перм, шоссе космонавта 59. Уже завтра многие кунгуряки в честь крещения намерены окунуться в прорубь. Поэтому Кунгурская городская служба спасения настоятельно рекомендует не забывать об элементарных правилах безопасности. Во-первых, купаться рекомендуется в специально оборудованных местах под присмотром спасателей. Перед погружением необходимо разогреть тело. К проруби нужно подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви. Окунаться лучше всего по шею, не замочив головы, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Самое главное – никогда не нырять в прорубь вперед головой. Также не рекомендуется находиться в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма. Кунгурская городская служба спасения напоминает, что купаться в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено. Лучше всего подготовить с собой заранее терво с чаем или морс, например, из ягод. Пермский художник нарисовал на льду камы огромное печальное лицо. Работу «Зайти и левого автора» можно увидеть с коммунального моста краевой столицы. Пермский художник Алексей Илькаев нарисовал на льду камы лицо печального человека. Результат своей работы автор снял на видео с помощью квадрокоптера и разместил ролик на своей странице в социальной сети. Необычный арт-объект смогут увидеть водители, проезжающие в этом месте. К слову, Алексей Илькаев создал целую серию граффити, на которых изображены бледные, печальные и плачущие лица. Но изображение на льду реки – самая масштабная работа художника, сообщает портал Mail.ru.